Вся чумок вранці, ех, та й полапа у карманці. Всі кишені вивертає, а там грошей вже чорт має, нічим похмелитися. Ага, 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 аж гранці, ех, та й полапа у карманці. Поэт на поприще слова должен быть так же безукоризнен, как и всякий другой на своем поприще. Если писатель станет оправдываться какими-нибудь обстоятельствами, бывшими причиной неискренности или необдуманности, или поспешной торопливости его слова, тогда и всякий несправедливый судья может оправдаться в том, что брал взятки и торговал правосудием, складывая вину на свои тесные обстоятельства, на жену, на большое семейство, словом, мало ли на что можно сослаться. Николай Васильевич Гоголь Месяц свышены неба, давно уже озарял весь двор, Наполненный спящими густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул частокол окружающий двор. Она все сидела в головах милых сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз и не думала о сне. Уже кони, чуя рассвет, все полегли на траву и перестали есть. Верхние листья верб начали лепетать, и мало-помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу. Она просидела до самого света, вовсе не была утомлена и внутренне желала, желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржание жеребенка, красные полосы ярко сверкнули на небе. Бульба вдруг проснулся и вскочил. Он очень хорошо помнил все, что приказывал вчера. Ну, хлопцы, полно спать, пора, пора, напойте коней. А где стара? Так он обыкновенно называл жену свою. Живее, стара, готовь нам есть, путь лежит великий. Бедная старушка, лишенная последней надежды, уныло поплелась в хату. Между тем, как она со слезами готовила все, что нужно к завтраку, Бульба раздавал свои приказания, возился на конюшне и сам выбирал для детей своих лучшее убранство. Бурсаки вдруг преобразились. На них явились вместо прежних запачканных сапогов Софьянные, красные, с серебряными подковами. Шаровары шириною в черное море с тысячью складок И со сборами перетянулись с золотым очкуром. К очкуру прицеплены были длинные ремешки С кистями и прочими побрякушками для трубки. Казакин, алого цвета, сукна яркого, как огонь, Опоясался узорчатым поясом. Чеканные турецкие пистолеты были заткнуты за пояс, Сабля брякала по ногам. Их лица, еще мало загоревшие, Казалось, похорошели и побелели. Молодые черные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их И здоровый, мощный цвет юности. Они были хороши под черными бараньями шапками с золотым верхом. Бедная мать, как увидала их, И слова не могла промолвить, И слезы остановились в глазах ее. И слезы остановились в глазах ее. Все готово, Нечего мешкать, Произнес, наконец, пульба. Теперь По обычаю христианскому Нужно перед дорогою Всем присесть. Ну, сыны, Все сели, не выключая даже и хлопцев, стоявших почтительно у дверей. Теперь Благослови Мать детей своих, Сказал Бульба. Моли Бога, Чтоб они воевали храбро, Защищали бы всегда честь лыцарскую, Чтоб мы стояли всегда за веру Христовую, А не то Пусть лучше пропадут, Чтобы И духу их не было на свете. Мать, слабая, как мать, Обняла их, Вынула две небольшие иконы, Надела им, Рыдая на шею. Пусть Хранит вас Божья Матерь, Не забывайте, Сынки, Мать, Вашу, Пришлите хоть весточку о себе. Далее Она не могла говорить. Ну, пойдем, дети, Сказал Бульба. У крыльца стояли Оседленные кони. Бульба вскочил На своего черта, Который бешено отшатнулся, Почувствовал на себе Двадцатипудовое бремя, Потому что Тарас был чрезвычайно тяжелый, Толстый. Когда Увидала мать, Что уже и сыновья ее Сели на коней, Ах, Кинулась к меньшему, У которого в чертах выражалось более какой-то нежности, Она схватила за стремя. Она прилипнула К седлу его, И с отчаянием в глазах, Не упуская его из рук своих, Два дюжих казака взяли ее бережно и унесли в хату. Но когда Выехали они из-за ворота, Она Со всею легкостью дикой козы, Несообразно ее ли там выбежала За ворота, С непостижимою Силою Остановила лошадь И обняла Одного из сыновей С какой-то помешанною, Бесчувственную Горячностью Ее опять увели. Молодые казаки Смутно Смутно Ехали И удерживали слезы, Боясь отца, Который С своей стороны Был тоже несколько смущен, Хотя старался этого не показывать. День был серый, Зелень сверкала ярко, Птицы щебетали как-то в разлад, Они, проехавши, Оглянулись назад. Хутор их Как будто ушел в землю, Только видны были над землею Две трубы Скромного их домика До вершины дерев, По сучьям которых Они лазили, как белки. Один только дальний луг Еще слался перед ними, Тот луг, По которому они Могли припомнить Всю историю Своей жизни От лет, Когда катались Поросистой Травееву, До лет, Когда поджидали в нем Чернобровую казачку, Боязливо Перелетавшую через него С помощью своих Свежих и быстрых ног. Вот уже один только шест Над колодцем С привязанным вверху Колесом от телеги Одиноко торчал в небе. Уже равнина, Которую они проехали, Кажется, издали Горою И все собою закрывало. Прощайте И детство И игры И все Все И вверху И вверху И вверху И вверху И вверху Завтра утром С позаранку Саблю Ты прицепишь К боку И поедешь В мир широкий А в воротах Конь споткнется Сын домой уж Не вернется А-а-а-а Котки два Шари, бури О, быдла А-а-а-а Котки два Шари, бури О, быдла А-а-а-а Котки два Шари, бури О, быдла О, быдла